Слава Украине, героям слава, приветствуем от Полонского. Я уже вам ни разу, ни два рассказывал, как представители оккупационной власти временной, как коллаборанты прячутся, как хаврахи какие-то, или там мыши какие-то по норам, в таких городах, как Херсон, Мелитополь, Скадовск. Потому что они просто банально боятся, они знают, чем в результате для них закончится их предательство, и то, что они перешли на сторону врага, и то, что они пошли против собственного народа. Надо сказать, что то же самое. Да, вот недавно совсем в Херсоне там были затрехсочены несколько полицаев расистских, которые переметнулись на сторону нечисти. И, собственно говоря, получили то, что они получили. Но речь пойдет не о Херсоне, а о благополучной с точки зрения расистов, Луганской области Украины, временно оккупированной Луганской области Украины, где есть такой городишко, Беловодск, и там так называемый фейковый мэр, и фейковый заместитель мэра, то есть негодяи и коллаборанты, назначенные расистами, ехали на автомобиле, ну и у них там пошло что-то не так, машину что-то прилетело, по всей видимости, было обстреляно, оба трехсотые. И казалось бы, еще раз говорю, что Луганская область, где они считают, что большая часть населения как бы их поддерживает, этого нет, нету этой большей части населения. Большая часть населения сбежала в Киев, к бендеровцам. А там осталась, во-первых, меньшая часть населения, а во-вторых, даже те, кто остались, не поддерживают. Вот видите, получается вот такая вот незадача по-херсонски, уже и в Беловодске, Луганской области. А дальше будет больше, ведь каждый день, точнее, каждую ночь к коллаборантам что-то прилетает. Большие приветы от хайморсов, либо от дальнобойной артиллерии Украины. Понятное дело, что это пока что не залетает им в форточку. Понятное дело, что наши работают в первую очередь по складам с боеприпасами, по транспортным артериям, по местам скопления расшистов. Но каждый коллаборант обязан помнить о том, что как Херсонская, так и Луганская область, так и Запорожская, так и Крым, и славный украинский город Севастополь, будут обязательно освобождены от расшистской нечисти. И тогда каждый коллаборант ответит перед законом. Естественно, перед законом Украины. Перед самым справедливым в мире украинским судом. Поверьте мне, он очень справедливый. Слава Украине!